Я очень вовремя села снимать это видео. У соседей с одной стороны начался ремонт, на стройке начались какие-то шумные работы, а соседи с другой стороны устроили шумный скандал. Ну что ж, надеюсь, вы слышите меня и только меня, и мы с вами начинаем. Здорово, книжные! Вы на канале Нерония, с вами я, и сегодня у нас книжные покупки. Ура-ура! Целый сентябрь я держалась и не покупала ни единой книжки, но в октябре взяла, психанула и купила аж 19 книг. Да, вот они, две стопки книг здесь у меня под рукой, и давайте мы с вами начнем. Начнем мы с книги, которая пришла мне в подарок от Лабиринта. Это биография Сухого Кобылина за авторством Владислава Отрошенко. Не знаю ни того, ни другого. Знаю, что Сухого Кобылина это русский драматург, и полностью книга называется роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга. Что-то там непростая судьба у этого человека, как-то она так складывалась, и с женщинами там что-то странное было, и, по-моему, он был карточным игроком. Словом, почитаю, узнаю. Ну, вы все прекрасно знаете, как трудно выбрать что-то вот в этих вот предложенных подарках на Лабиринте, и я решила, ладно, буду брать биографии вот в этой Жизел Малая серия от Молодой Гвардии. Как знать, вдруг что-то интересное мне и попадется. Ну, и роман-расследование все-таки меня подкупило, так что надеюсь, что здесь будет что-то действительно любопытное. Ну, как минимум, узнаю, кто такой из Сухого Кобылина. Далее. В один из октябрьских денечков я проснулась с мыслью, что мне срочно нужно пополнить свою коллекцию книг от издательства «Эксклюзивная классика». И у меня здесь 9 книг от этого издательства, и это такие хомячьи запасы на какие-нибудь будущие марафоны. Вообще, практически все книжные покупки сегодня можно охарактеризовать как хомячьи запасы на какие-нибудь марафоны, потому что в ноябре я собираюсь снимать и 24 часа чтения, и неделю чтения, и еще что-нибудь. Да, вот для этого мне эти книги и понадобятся. Но давайте вернемся к эксклюзивной классике. Наверху у меня здесь лежит Артур Кларк и его роман «Конец детства». Его я купила по совету своего подписчика в ролике о книгах, которые я ни за что никогда не буду читать. Я рассказывала, что я не люблю книги про инопланетян, но люблю книги, когда человечество разгребает все то, что оставили после себя инопланетяне. И вот мне там написали под этим роликом, что такая книга мне определенно понравится. И судя по аннотации, это именно так. Потому что речь здесь пойдет о том, что над главными столицами мира зависли космические корабли, в которых находятся сверхправители. Да, сверхправители они здесь называются. И они предлагают человечеству сделку. Мол, так и так, дорогой человечество, мы будем о тебе заботиться целиком и полностью, но в обмен ты отказываешься от освоения космоса. Согласится ли человечество на такую сделку или не согласится, и что будет с людьми, если согласится, и что будет с людьми, если не согласится, мне уже безумно любопытно. И я планирую в какой-нибудь ближайший марафон, например, «Неделя чтения эксклюзивной классики» воткнуть эту книгу. Я уверена, что мне понравится, потому что... Ну, потому что я уверена, у меня большой кредит доверия к этой книге, так что все должно быть замечательно. Ну и чтобы далеко не отходить, еще немного фантастики. Аркадий Борис Стругацкий, «Попытка к бегству» и «Далекая радуга». Две повести под одной обложкой. И, в общем-то, они объединены не случайно, потому что они входят в условный полуденный цикл. Речь здесь пойдет о том, что где-то на «Радуге» каждый день проводят разные важные опыты, и вот один из них — это поиски нового способа перемещения в пространстве. И в ходе этого опыта зарождается какая-то волна, которая грозит смести с собой все живое. И люди вынуждены спасаться, хотя, возможно, не люди. В общем, те, кто там есть, они вынуждены спасаться, но беда в том, что космический корабль, который должен их спасти, может вместить в себя только строго определенное количество пассажиров и не более. Значит, кому-то придется остаться и, скорее всего, умереть. И кто это будет, как будут выбирать, кто достоин спасения, вот, скорее всего, об этом здесь и будет рассказываться. Я, на самом деле, очень люблю творчество «Братьев Стругацких», и уверена, что эта книга мне тоже понравится, но прибегаю я к ним крайне редко, потому что это для меня такая заветная конфетка, такое заветное лакомство, которое выпадает очень изредка по праздникам, ну, чтобы вот оно не надоело, чтобы оно всегда оставалось праздником. Так что Стругацкие пока что тоже отправляются в хомячьи запасы. Кто видел мой ролик про книжные полки, тот видел, что у меня таких книжечек очень-очень много, но, возможно, вот именно эта книжечка тоже появится в каком-нибудь марафоне. Возможно, в марафоне эксклюзивной классики, возможно, в марафоне фантастики. Посмотрим. Пишите сами в комментариях, какой марафон вам будет интереснее. Такой, в общем-то, и проведем. Мы с вами движемся дальше, и на очереди у меня здесь три книги Эриха Марии Ремарка. Тут у меня «Тени в раю», «Время жить и время умирать» и «Три товарища». Помнится, буквально несколько роликов назад я у вас спрашивала, с чего мне лучше начать знакомство с этим автором. Прилетело очень много комментариев, за что вам огромнейшее спасибо. Но, как всегда, все решил случай. Мы с мужем пошли в магазин за продуктами, и там есть небольшой отделчик с книжками. Ну и, соответственно, какой там был ремарк, такого я и взяла. Больше всего меня, конечно, сейчас привлекают «Тени в раю», потому что, посмотрите, здесь Америка, здесь вот эта вот картинка, она настолько атмосферная, настолько великолепна. Речь здесь пойдет о беженцах из Европы. Они бегут от Второй мировой войны, бегут они в Америку. Здесь довольно любопытный набор персонажей. Невротичная красавица-манекенщица, циничный крепко пьющий писатель, дурочка-актриса, гениальный хирург, отчаявшийся герой сопротивления и щемящий оптимистичный бизнесмен. Все они надеются когда-то вернуться домой, но, черт его знает, получится или нет. Мне безумно импонирует эта обложка, и из-за нее у меня такой большой кредит доверия именно к этой истории. Начну я, пожалуй, читать ремарка именно с нее, потому что, ну уж больно, мне нравится эта обложка и Америка, боже, Америка. Ну, вы знаете, я люблю, когда в книгах есть Америка. Дальше. О чем три товарища, если честно, я так и не поняла. О любви, о дружбе и о чем-то еще. Самый трагический и пронзительный роман о человеческих отношениях за всю историю 20-го столетия. Тоже думаю взять его вторым после «Тени в раю». А вот «Время жить и время умирать» скорее всего будет очень тяжелым произведением, потому что речь здесь пойдет о немецком солдате. Его зовут Эрнст Кребер. И он на три недели с войны отправляется в отпуск. И за время этого отпуска у него прям начинается новая жизнь, он и влюбляется, и вообще, но время отпуска проходит, и приходит время возвращаться на войну. Именно поэтому роман называется «Время жить и время умирать». В отпуске Эрнст живет, а на войну возвращается, чтобы умирать. Полагаю, что это будет довольно тяжелое чтение, так что отложу его на потом. Если это не так, пишите в комментариях. Мне интересно ваше мнение по поводу этого романа. И мы с вами переходим к следующим книгам. А дальше у меня здесь роман Сомерсета Моэма. Называется он «Время страстей человеческих». У Моэма я еще ничего никогда не читала. Буду знакомиться с этого романа. И вообще, почему я его купила? Потому что как-то раз утром я проснулась и поняла, что мне безумно необходим этот роман. Я не знаю, почему. Я просто проснулась такой мыслью. Возможно, незадолго до этого я от кого-то слышала об этой книге. И оно как-то в голове отпечаталось. И вот утром первой мыслью вспомнилась. Не знаю. Речь здесь пойдет о мужчине. Зовут его Филипп Керри. И мы будем следить за ним от рождения. И, наверное, практически до самой смерти. Или до старости, как минимум. И он проживет довольно любопытную жизнь. У него очень рано умрут родители. У него будут какие-то травматичные отношения с женщиной. Ну и вообще там будет происходить довольно много всякого разного, судя по аннотации. И, в общем, этот человек будет пытаться строить свою жизнь так, чтобы прожить ее хорошо и счастливо получится. Ну это или нет, я не знаю. Я уверена, что... Ого, какой здесь маленький шрифт. Я же ведь даже не посмотрела, когда купила эту книгу. Есть прям бисерный шрифт, как я это буду читать. Почти 800 страниц мелкого шрифта. Но определенную эту книгу ни в какой марафон не воткнешь. Поэтому читаться она будет как-нибудь отдельно. Но, блин, я горю желанием познакомиться с этой книгой. Я уверена, что мне будет безумно интересно. Я как-то люблю читать о человеческих жизнях, о человеческих слудьбах. Как у них все складывалось. Не знаю. Возможно, я старею. Возможно, что-то еще. В общем, захотелось мне Сомерсета Моэма и его «Бремя страстей человеческих». Буквально недавно на канале я рассказывала, что мне безумно понравились книги эксклюзивной классики в твердой обложке. Я их даже крутила в магазине у себя в Инстаграм, в сториз. Кстати, если вы еще не подписаны на мой Инстаграм, то очень-очень зря. Потому что там много всего интересного происходит. И он у меня такой больше лайфстайловый. Ну и книжки там тоже проскакивают. Так что обязательно подписывайтесь. Вообще, кто подписан на мой Инстаграм, тот самым первым узнает, что там у меня происходит в жизни. И в книжной, и не в книжной. Так что бегом подписываться. Ссылка внизу в описании. Так вот. Эксклюзивная классика в твердой обложке. Я таки решила ее себе заказать. Потому что мне очень хотелось иметь у себя экземпляр твердой эксклюзивной классики на полочках. И я думала, что мне в заказе придет две книги в твердой обложке, а одна в мягкой. Но другая, третья тоже оказалась в твердой обложке. И я была приятно удивлена. Я не знаю, как я так смотрела. Я вроде смотрела. Была уверена, что это именно мягкая обложка. Но хорошо, что она в твердой. Я довольна. И вот та самая книжка, по поводу которой я ошиблась. Это Эмили Бронте «Грозовой перевал». Опять же, я признавалась в каком-то из роликов, что эту книгу я не читала. И вообще, по-моему, у Эмили Бронте я ничего не читала. Так что пора закрывать эти пробелы и начать. Я решила с «Грозового перевала», как мне кажется, самое известное ее произведение. Многие ее читали и очень многих бомбило. От этого романа вообще такие противоречивые отзывы об этой книге. Кого-то бомбит, кого-то злит, кого-то, наоборот, этот роман очень впечатляет, и он становится любимым в жизни. Мне интересно, что будет со мной. Ну и опять же, это великолепная обложка. Это великолепная картина здесь на обложке. Я от нее просто балдею. Я, честное слово, не знаю, о чем роман «Грозовой перевал». И я не хочу читать аннотацию, не хочу портить себе сюрприз. Тоже возьму в какие-то там ближайшие чтения. Очень хочется ознакомиться мне с «Грозовым перевалом». И я даже слышала, что это такой очень мрачный роман. Так что вот для каких-нибудь мрачных ноябрьских чтений, я думаю, будет самое то. Далее, с чего, в общем-то, и начались мои покупки эксклюзивной классики в твердой обложке. Это Михаил Булгаков «Морфий». Я в прошлом ролике об этой книге рассказывала. Здесь три повести. Это «Морфий», записки юного врача и записки на манжетах. «Морфий» я уже читала, он мне понравился. Несмотря на то, что написано на ту тему, которую я не очень-то люблю, тем не менее, у Булгакова получилось как-то это сделать так, что оно не вызвало у меня сильного отвращения. А вот что такое записки юного врача и записки на манжетах, я не знаю. С этим произведением еще не знакомо. Но вот теперь, наконец, познакомлюсь. И, ну, эксклюзивная классика в твердой обложке это вообще какое-то произведение искусства. Они такие классные, они такие приятные в руках. И у каждой, кстати, есть лиссе. Меня это безумно радует. В общем, Михаил Булгаков. И следующая книга, третья, которую я взяла в твердой обложке, это «Обломов» Гончарова. И тут мне уже просто стыдно, потому что я не читала это произведение. И вот этот пробел точно надо заполнять, потому что в колледже, я точно помню, что в колледже мы должны были изучать Обломова. И, в общем-то, мы его даже изучали, но я его не читала. Я не помню, это тот роман, за который я в итоге получила двойку, или мне повезло, и Обломов попал в тот список романов, которые я не читала, но все-таки за сочинение по нему получила пять. У нас в колледже были очень интересные проверки того, что и как мы читаем. Мы либо писали сочинения по прочитанному произведению, либо преподаватель устраивала контрольная работа, она выдавала каждому конверт. В конверте были порезаны цитаты, ну, вот просто маленькие листочки с цитатками, или какие-то прям большие вопросы, в общем, такой вот прям пакет заданий, и им нужно было отвечать. Если тебе доставались цитаты, то тебе нужно было написать, какой персонаж сказал эту фразу, в каких условиях, кому он это сказал, там чуть ли вплоть не до, в какой главе и на какой странице, да. И если Обломов попал в такой конверт, то я за него получила два. Если нужно было писать просто сочинение, то я, скорее всего, получила пять, потому что были в моей жизни такие романы, которые я не читала, но я приходила на переменах и спрашивала у подруги, которая, в общем-то, читала абсолютно все, мол, что там было. Она мне пересказывала, а потом я писала сочинения со своими мыслями, с каким-то обоснованием, естественно, без цитат и прочего какого-то подкрепления, но вот такой поток сознания по поводу того, что мне рассказала подруга, и, кстати, это все-таки прокатывало. Да, стыдно в этом признаться, но таких романов, которые я действительно не прочитала, но получила за них пятерку, было не так уж и много, всего два или три, и также два или три, которые я не прочитала и получила двойку. Одно из них, наверное, все-таки Обломов, да. Вот такие вот воспоминания о студенческой жизни в колледже. Ну, в общем, все буду читать, все пробелы буду восполнять. Спасибо эксклюзивной классике, спасибо моим полкам, что они вмещают это все, и, ну, в общем, движемся дальше. Ну, и чтобы далеко не уходить от классики, покажу вам вот эту красавицу. Это «Упырь», русская классика хоррора. Это сборник повестей и рассказов русских авторов, классических, как я полагаю, потому что здесь есть и Гоголь, и Толстой, и Тургенев, вот Николай Весков. В общем, очень много самых разных авторов. Я оставлю вам картинку с содержанием, и все они, ну, понятное дело, мистического толка. Мне безумно нравится эта книга, она выполнена великолепно. Здесь белейшая, плотная бумага, с иллюстрациями, с очень удобным для глаз шрифтом. Я от нее кайфую. Эту книгу я первый раз видела в оффлайновом буквоеде, сразу же взяла ее в руки, полистала и тоже показала в сторис, так что кто подписан на меня в Инстаграме эту книгу уже видел, и я поняла, что я не могу бросить эту книгу. Но она что-то там стоила вообще за предельных денег, больше тысячи рублей за вот это вот. И я решила, посмотрю-ка я в лабиринте, и хвала всем небесам, на лабиринте она была за 600, кажется, 30 рублей. И вот за такую цену, я считаю, это очень даже приемлемо, такую красоточку купить. Ну, понятное дело, что сейчас эти рассказы никого не напугают. Они скорее просто для атмосферы, чтобы вот в мрачные темные дни погрузиться в какую-то такую мрачную темную атмосферу и порадовать себя такими классическими страшными рассказиками. Я такое дело люблю, я такое дело обожаю. Это вообще одно из моих любимых занятий на грустные темные вчера. Так что вот теперь у меня есть такая книжечка. И если вдруг вы думали, что подарить другу, подруге, кому-нибудь, читающему, например, на Хэллоуин, то вот, мне кажется, великолепный вариант. Ну и чтобы не уходить далеко от классики, у нас Азбука классика и Арчи Бальдкронен. Два его романа под одной обложкой. Это Вычеркнутый из жизни и Северный Свет. Да, Вычеркнутый из жизни будет повествовать о молодом человеке, который внезапно узнает, что его отец оказывается сидит в тюрьме за убийство, которое он то ли совершал, то ли не совершал. Дело темное, черт его знает. Молодой человек решает выяснить, как же там на самом деле все было и убивал его отец, кого-то там или не убивал. А вот Северный Свет уже будет рассказывать о газете, которая так и называется Северный Свет. Владелец этой газеты получает предложение от более развитых газетных магнатов. Они говорят, ну, давай мы у тебя эту газету купим. Но его газета пользуется популярностью за свои принципы, за то, что газета освещает то, что действительно достойно освещения, а не всякую там муть. И хозяин газеты не хочет ее продавать, он не хочет расставаться с делом всей своей жизни. И другие газетчики начинают ему угрожать и так далее и тому подобное. В общем, все доходит до того, что эта ситуация начинает угрожать жизни и здоровью его, его семьи. В общем, интересно, как он из этого выкрутится и как служится его жизнь. Я обожаю Арчибальта Кронина. Сейчас у меня по плану было читать его роман «Звезды смотрят вниз», но что-то я его все откладываю, откладываю, откладываю. Поэтому я его, наверное, заменю на вот эти два романа и сниму-ка я, наверное, 24 часа чтения с этой книгой. Да, так, пожалуй, и поступлю. Вот. И мы с вами переходим к следующим книгам. А дальше у нас на очереди фэнтези и фэнтези от Азбуки. Первым делом покажу вам Глена Кука «Крепость во тьме». Это продолжение хроник империи ужаса. И сюда входят три произведения. Это «Огонь в его ладонях» и «Не щадить никого», империя, не знавшая поражений. Что-то из этого романы, что-то из этого сборник рассказов, но так или иначе все это относится к хроникам империи ужаса. Я не читала аннотацию, чтобы не портить себе ничего вообще, ни малейшими спойлерами, потому что до этого цикла я еще не дошла и дойду, наверное, только в следующем году. А еще у меня здесь лежит Робин Хопп. Ну да, конечно же, все, кто меня давно смотрит, прекрасно догадываются, что эти книжные покупки не могли обойтись без данной книги. Итак, «Судьба убийцы» — это третья и заключительная книга в саге «Офицы и Шутена». Я не могу приступить к чтению этой саги, пока не выйдут хроники дождевых чащок, потому что хронологически по порядку читать нужно их, а потом уже сагу «Офицы и Шутена». Ну вот здесь так и написано, так что жду, с огромным нетерпением жду, когда Азбука выпустит оставшиеся две части «Хроника дождевых чащок», прочитаю их и возьмусь за сагу «Офицы и Шуте». И, боже мой, весь мир элдерлингов будет прочитан. Что же я делать-то буду, а? Срочно надо будет искать какую-то другую замену. Если вдруг вы знаете что-то похожее на вот эту великолепную сагу Робин Хопп и о видящих, и о живых кораблях. В общем, если вы знаете что-то, что также похоже на вселенную элдерлингов, то пишите в комментариях. Далее у меня здесь книги Лизы Си. Вообще, в этот раз я купила две книги, но я вам покажу три, потому что это цикл, его нельзя показывать в отрыве друг от друга. Просто помните, что в октябре я купила вот эти вот две книги, а когда-то там купила первую часть. Итак, Лиза Си. Детективный цикл называется «Красная принцесса». В него входит цветочная сеть, которая вышла месяца три-четыре назад, может, даже побольше. И «Костя дракона» и «Тени за спиной». Честно говоря, я не знаю, какая здесь часть вторая, а какая третья, но я по ходу чтения разберусь. А речь здесь пойдет о том, что «Красная принцесса» по имени Лю Хулань будет расследовать вместе с американским полицейским какую-то запутанную ситуацию с мафией, которая находится прямо вот в самом сердце Китая. И деятельность этой мафии простирается аж вплоть до Лос-Анджелеса. То есть, да, очень такой обширный географический кусок будет затронут. И, как обещает аннотация, в детективном цикле «Красная принцесса» знаменитая писательница Лиза Си приоткрывает перед нами заветную дверь в тайную жизнь Китая, где нищета соседствуют с роскошью, древние традиции смешиваются с коррупцией и террором, а угроза потерять пиццу страшнее смерти. В общем, скандалы, интриги, расследования. И эту Лю Хулань и американского полицейского связывают какие-то нежные отношения в прошлом. Сейчас они просто коллеги. То есть, да, тут еще, скорее всего, будет какая-то любовная линия. Насилие и алчность, отчаяние и страх в завораживающем триллере из истории Красного Китая. То есть, это еще и детективный триллер. В общем, я уже в предвкушении. Лизу Си обожаю, Китай люблю, так что я уверена, что мы с этой вот братьей книг подружимся. Ну что ж, осталось совсем немного. Три книжечки, надеюсь, вы не заскучали. И так, снова фантастика. На этот раз китайская фантастика. Люци Синь, эпоха сверхновой. Вот практически горячая новиночка от Фанзон. Я эту книгу показывала в книжных новинках несколько роликов назад. И здесь речь пойдет о том, что загорается сверхновая звезда, и от ее излучения в ближайший год на нашей планете погибнут все люди старше 13 лет. То есть, на планете останутся только дети. И вот людям за год надо как-то научить детей справляться самостоятельно, жить без взрослых. Получится у них это или не получится. Но, учитывая, что здесь написано «Повелитель муха квантовой эры», я уверена, что ничего толком у них не получится. И дети там устроят какую-нибудь возню, войну и так далее, и тому подобное. Уверена, что это будет безумно интересно. Ну и, в принципе, я давно хотела ознакомиться и с Люци Синим, и китайской фантастикой. Словосочетание «Китайская фантастика» звучит для меня таким лакомым кусочком. Мне кажется, это будет что-то крутое, и мне обязательно понравится. Ну и в финале покажу вам две книги от издательства «Фантом Пресс». Итак, у меня здесь «Ценель Шпек. Белла. Германия» и «Джонатан Коу. Срединная Англия». Вот по поводу «Срединной Англии» я не знаю вообще ничего, потому что аннотация здесь настолько размытая, что, в общем-то, ни черта непонятно, о чем этот роман. Вообще, почему я на него положила глаз? Потому что в начале года я читала «Кризис самоопределения» Бена Элтона, и где-то там на обложке было написано, что «Кризис самоопределения» и «Срединная Англия» очень между собой похожи, и, по-моему, они там вообще на одну тему написаны. А мне настолько понравился «Кризис самоопределения», что я решила, что «Срединную Англию» тоже надо почитать. И вот, наконец, у меня руки до нее дошли. Она была в пленочке, она 18+, так что имейте в виду. Я вообще не представляю, что ждать от этой книги. Это для меня полнейшая загадка, полнейший сюрприз. Так что, наверное, тоже устрою какие-нибудь живые чтения, чтобы вы видели мои эмоции по ходу чтения этой книги и по ходу знакомства с новым для меня автором. Ну и «Белла Германия», с ней практически та же самая история, что и с «Бременем страстей человеческих» с «Сомерсета Моэма». В какой-то момент я поняла, что мне жизненно необходима эта книга. Почему вообще? Не знаю. Потому что, когда она была в новинках, я как-то прошла мимо нее, и мне было, в общем-то, без разницы. Но вот несколько дней назад мне, скажем так, приспичило. И вот «Белла Германия» у меня. Видимо, наверное, она как-то влетела в мое инфопространство. Очень много кто о ней начал говорить. И мне тоже стало надо. Как я поняла, здесь все будет разворачиваться в трех временных линиях. Это 2014 год, и 58, 64, нет, 1954 и 1968. Я не знаю, что там будет в линиях прошлого. Я знаю, что в 2014 году главной героиней будет девушка по имени Юля. Она выиграла какой-то дизайнерский конкурс. И у нее жизнь профессиональная налаживается. Карьера идет в гору. Но в какой-то момент к ней подходит престарелый немец и говорит ей, что он ее отец. А она прекрасно знает, что ее отец вообще итальянец или испанец. И вот на этом аннотация замолкает. И начинается следующая временная линия. Милан, 1954 год. И Сицилия, 1968. Но я там уже не помню, что конкретно будет происходить в этих временных линиях. Скорее всего, они будут как-то связаны. И рискну предположить, что там, в этих временных линиях, будут задействованы вот эти вот два отца Юлии. Тот самый испанец, итальянец, кто он там? И тот самый немец, который к ней подошел. Я люблю, когда действие протекает в разных временных линиях. И когда эти временные линии между собой связываются. И вот эти вот всякие семейные скандалы, интриги, расследования. Скелеты в шкафах, кто там чей отец и так далее и тому подобное. Так что я уверена, что и с этой книгой мы подружимся. Вообще, я так говорю о каждой книге. Ну, потому что я бы просто не купила бы книгу, в которой я не уверена. Да. Так что вот такие у меня получились книжные покупки. Немного сегодня спонтанно, быстро, сумбурно. Но, как есть. Вот. По традиции, пишите в комментариях, читали ли вы что-нибудь из того, что я вам сегодня показала. Чем вы порадовали себя за последний месяц. Ну, и обязательно заходите ко мне в инстаграм. А то, что вы, как эти, заходите в инстаграм и подписывайтесь. И на канал обязательно подписывайтесь. Так что, чтобы не пропустить ничего интересного. Да-да, да-да, я же о вас забочусь. Все. На этом все. Спасибо за просмотры. До новых встреч. Пока-пока. Пока.